Вечер во Владимире продолжается. Сегодня в программе мы будем говорить об образовании, как подготовить своего ребенка к школе. Вот при первом сентябре, я думаю, особенно родители первоклассников, особенно должны быть внимательны в рамках сегодняшнего разговора. И 44-40-47 это телефон, по которому вы можете присоединиться к нашей дискуссии. А экспертом сегодня выступает Мария Шпилевич, автор и ведущая практикума для мам «Наука не мука. Школа не приговор», победитель всероссийского конкурса «Успешная мама-2016». Мария, добрый вечер. Добрый вечер. Ну что же, практикум, который пройдет уже завтра, 17 августа, и вы приглашаете всех родителей, но я так понимаю, особенно мам, потому что они активнее вообще в этом отношении? Мам, потому что чаще всего мама занимается именно школьными вопросами, подготовкой домашнего задания, все, что с этим связано. Поэтому для мам. Итак, вы призываете вот к чему. Если вы хотите узнать, куда пропало качественное образование, что делать маме, чтобы ребенок взял из школы все самое лучшее, нужно прийти на практикум и все это узнать. Главная цель его вот для вас и для мам, которые должны прийти, по-вашему, Мария, какой? Главной целью, откуда сам вот этот практикум взялся, как он родился и какова его главная цель, она выросла у нас вот каким образом. Мы часто с моей коллегой обсуждали, что мы можем сделать дома для своих детей, для того, чтобы помочь ребенку учиться в школе успешно и без нервов, спокойно, чтобы, прикладывая обычные усилия, достигать нормальных результатов, а не так, как это у нас обычно происходит, что до 11 часов некоторые уроки учат. Поэтому, вот разговаривая и дискутируя на эту тему, мы с моей коллегой в один момент решили, а почему бы нам не сделать такое мероприятие для наших мам и не собрать все вот эти так называемые инструменты или способы, которые мы можем применить дома для того, чтобы помочь своему ребенку. А эти способы, они вами почерпнуты из неких научных наработок, из опыта других родителей, или это именно ваши опыты, ваш, и соавтора тренинга «Наука не мука, школа не приговор» и вы вот ими делитесь? Мы собрали все самое лучшее из разных источников. То есть это и классическая академическая педагогика, это личный опыт нашей семьи, когда я вот применяю способы, которые мне очень помогают, да, личный опыт моей коллеги и соавтора Александра Виноградовой, которая очень много лет занимается тоже педагогикой и ее опыт. И мы собрали все самое лучшее, то есть те инструменты, которые реально работают, которые просты в применении, которые может освоить каждая мама у себя дома. Вы сказали, что один из самых важных моментов, которые на самом деле показательны, что это тяжело, это когда родители делают уроки с детьми до 11 часов. А так может быть нужно дать больше детям самостоятельности? Самостоятельности? В чем самая главная причина, по-вашему, что кто-то может справиться, то есть это с домашним заданием самостоятельно из детей, а с кем-то нужно сидеть и чуть ли даже не репетиторов сейчас нанимают в младших классах? Ну, Екатерина, да, вот вы совершенно правильно обратили внимание на тот момент, что дети бывают разные. Кто-то из детей совершенно спокойно делает самостоятельно, а кому-то из детей нужна помощь. И те дети, кому нужна помощь, родители в некоторых ситуациях ведут себя неправильно, не из-за того, что они хотят отругать своего ребенка или как-то его, не знаю, наказать, а из-за того, что им просто не хватает знаний и умений, которые бы помогли сделать это домашнее задание, ну, допустим, на один предмет 20 минут вполне достаточно. Абсолютно согласна. Вот, и поэтому мы предлагаем... То есть вот практику поможет научить мам элементарным вот таким правилам хотя бы начать с себя, то есть получается мамам нужно себя менять, да? Ну, несколько примеров, да, мы дадим, как сделать так, чтобы помочь своему ребенку. А что касается менять мамам себя, просто у нас так сейчас бурно развиваются технологии, развивается жизнь, что если мама будет оставаться, так скажем, в Советском Союзе своим сознанием, то это ничего хорошего не будет, ей нужно самообучаться. Мария, мы с вами, да, вначале пригласили, особенно мам первоклассников, быть внимательными в рамках сегодняшнего разговора. И я знаю, что у вас есть несколько элементарных таких правил, несколько вопросов, которые должна задать себе мама и задать вопросы ребенку, чтобы определить, стоит ли идти в первый класс. Ну, в конце августа, конечно, уже поздновато, те, кто решили идти, они уже готовятся и идут, но все-таки еще раз, может быть, проверить, что изменилось за лето, будет не лишним. Давайте хотя бы несколько вот таких приемов. Несколько, то есть несколько критерий, как определить дома, готов ли ребенок полностью к школе. Я хочу остановиться на физическом развитии, это то, что мы можем увидеть своими глазами у своего ребенка. Во-первых, мы должны посмотреть на его зубы. Зубы должны поменяться снизу два резца и сверху два резца. То есть эти зубы должны быть постоянными, и они должны уже выглядеть на какой-то определенный промежуток. Второй момент. Есть так называемый филиппинский тест. Он определяет пропорции тела человека. Переход от детского возраста к возрасту, когда ребенок может уже воспринимать, именно учиться. Как он делается? Нужно поставить ребеночка прямо и попросить его, чтобы он рукой коснулся до противоположного уха. И эта рука, она должна коснуться именно мочки. Вот здесь. Если ручка коротенькая, и рука касается, например, верхней части уха, или вот здесь, то значит, у ребенка, скорее всего, не было ростового скачка, и он физически не вырос. И это может повлиять на его успеваемость. То есть ему самому будет тяжело. Поэтому вот такие вещи можно посмотреть дома. Даже просто физиология может нам дать некоторые ответы. Я знаю, чем будет заниматься мама будущего-кровоглазника сегодня вечером. Что просить сделать детей? Про посерьезнее вопросы у меня в том числе есть. Потому что если посмотреть на тот призыв, который вы даете мамам, которых приглашаете на тренинг, вы предлагаете ответить на вопрос, куда пропало качественное образование. Оно действительно пропало, на ваш взгляд? Я хочу привести пример двух систем образования. Той, которая была в Советском Союзе, когда мы с вами обучались. У нас не было репетиторов, и тем не менее все школьники, которые заканчивали 10-11, тогда это был 8-9 класс, они были хорошо научены, и они могли поступить на, хотел сказать, на бюджетное место. Тогда были все бюджетные. В университет, совершенно спокойно. Сейчас система образования изменилась. И нам приходится, родителям, прикладывать больше усилий для того, чтобы к концу обучения в школе ребенок смог поступить в университет на бюджетное место. Вот куда оно пропало? Оно не пропало, оно изменилось. И требуются другие подходы. То есть родителю нужно вкладываться больше в своего ребенка сейчас, нежели тогда. Если говорить о втором вопросе, чтобы ребенок взял из школы все самое лучшее, у вас тоже есть ответ. Я правильно понимаю? В этом направлении мы бы хотели остановиться на таком важном моменте, как ранняя профориентация. Потому что родители часто смотрят недалеко, а вот прямо у себя перед носом. Например, мы пошли в первый класс. Ох, мы закончили первый класс. Мы перешли в второй класс. Мы закончили второй класс. И смотрят вот на один класс вперед. А если посмотреть на весь процесс обучения в школе, то есть конкретные моменты. Например, это второе полугодие седьмого класса, когда нужно выбрать направление, по которому ребенок будет более углубленно заниматься. Это не одиннадцатый класс, когда мы бежим к репетитору по биологии, подготовьте к НАСК ЕГЭ. Это второе полугодие седьмого класса. Нужно выбрать направление. И уже тогда делать упор на те самые предметы, которые приводятся. Да, да. То есть не конкретно вот я хочу стать зубным врачом или я хочу стать художником. Нужно выбрать направление. Либо это гуманитарные науки, либо это естественные науки, либо это технические науки, либо это искусство. Вот, пожалуйста, веер из четырех дорог. Нужно определяться. И после этого уже будете вкладываться именно в это направление. Итак, на тренинг могут прийти, безусловно, не только родители первоклассников и младшеклассников. Я правильно понимаю, что могут прийти родители, которые просто действительно переживают за образование своего ребенка. И завтра получить очень много полезного. Мария, есть еще время. Хотелось бы у вас спросить, а как вы, в принципе, относитесь к тем системам образования, которые существуют? Вот есть такая классическая история, скажем так, базовая, которая во всех школах применяется. Есть другие. Например, Вальдорфская школа. Она уже не одно десятилетие реализуется в том числе и в нашем городе. Но ведь она не всем подходит. Вот как вы относитесь и вам? Какие из систем образования наиболее близки и интересны? Может быть, опыт европейских стран или Америки более близок лично вам? Вот, Екатерина, то, о чем вы говорите сейчас, называется альтернативный путь обучения. Классическая стандартная школа и альтернативные методики. Вальдорфская школа, система Жохова, например, или какие-то другие системы, по которым учатся дети. Это все прекрасно и замечательно. Здесь нужно обращать внимание на два момента. Кто конкретно реализует эту систему, то есть готов ли сам учитель или педагогический коллектив к тому, чтобы от начала до конца со всеми компонентами, которые входят в него. Например, есть система, в которую входит питание, зарядка, обучение. Они это делают, они выполняют все, что предписывает альтернативная методика. То есть кто реализует методику. И второй момент, на который нужно обращать внимание. Некоторые методики ведут детей, например, с 1 по 4 класс. А дальше он куда приходит? В массовую школу. В нашу обычную школу. И этот момент нужно продумать. То есть мы опять не думаем, закончили первый класс, лаву, закончили второй, закончили третий. Нужно смотреть вперед. Что мы будем делать, когда мы закончим четвертый и вернемся в массовую школу? Вот на это нужно обращать внимание. А так, пожалуйста, родители на свой вкус выбирают методики. Лично мне очень импонирует финская школа. Что там такого необычного, интересного? Ну, сейчас много об этом говорят. Это сейчас прям такой тренд. Новая мода. В обсуждении педагогических тенденций. Финская школа применяет очень много так называемых междисциплинарных подходов и надпредметных навыков. Когда ребенка учат не просто зубрить какой-то материал, а еще его анализировать, работать с ним, компоновать, классифицировать по разным критериям и так далее. То есть работать с этим с ног до головы, сзади наперед и всеми возможными способами. Причем очень интересный момент, что финская школа, помимо вот этих надпредметных навыков, она оставила то очень крепкое базовое образование, которое мы имели в Советском Союзе. Просто сверху наложила навыки, которые необходимы в современной жизни. Где-то во Владимире у нас есть хотя бы что-то похожее на вот такую фиотскую школу? Нет. Нет. Все впереди. Ну а если говорить о современном образовании, я ведь правильно понимаю, что нет у вас такой цели, не знаю, сказать, что современная школа это плохо, наша российская, да, и все там не так. Ведь очень много нового действительно применяется, и школа старается идти вперед, и все эти интерактивные доски, и дети делают доклады с первого класса, они делают презентации. И родители вместе с ними, кстати, да. Что я могу сказать? У нас такая система образования, какая она есть, но на мой взгляд, она все равно немножко не успевает за развитием жизни нашей. Система образования, она большая, представляете, и чтобы ее, ее же резко нельзя изменить, вот мы сегодня учились так, а потом новшество вводится постепенно, и они немножко не успевают, в этом нет ничего страшного. Пусть дети без стресса, спокойно, с радостью ходят в школу, а родители при этом дома могут давать им те вещи, которые, например, пригодятся им в жизни, кроме таблицы умножения. Можно? Можно. Какие, мы об этом обязательно расскажем. Ну что же, тогда вам слово, Мария, пригласите всех, когда, где, завтра, и во сколько, безусловно, вы ждете мамы, я надеюсь, активных пап, которые думают о том, как сделать вот тот самый, то самое первое сентября настоящим праздником. Екатерина, если к нам придет один папа, мы сделаем отдельную передачу на эту тему. Очень бы хотелось увидеть папу. Да, завтра во Владимире, в 18 часов 30 минут, по адресу улица Большая Нижегородская, дом 34-Б, это офисное здание, которое находится напротив Владалка. В офисе 314 будет проходить такая встреча. Она будет длиться один час. И если есть желающие, которые хотят к нам присоединиться, я очень прошу сообщить о том, что вы будете, чтобы мы подготовили помещение, все туда смогли комфортно разместиться и провести такое замечательное занятие. Мария, вам удачи. Знаю, что у вас есть дети-школьники. Пусть для них этот год будет успешным. Спасибо вам, что были сегодня с нами. Благодарю вас. Желаю всем успешной учебы и учебы без стресса. Дорогие друзья, оставайтесь с телеканалом «Вариант». И далее мы с вами встретимся в 19.15 в прямом эфире. Разговор пойдет о правилах дорожного движения и безопасности на дорогах Владимира и области. А прямо сейчас предлагаю посмотреть программу «Правовая среда» с адвокатом Алексеем Цветковым.